Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Мы записываем жития святых во свете Библии. Этого я скажу, пока никто никогда не делал. Я насчитывал жития, я знаю их. Это у меня есть с 7-8 тома «Открытым оком». Мы с братом Игорем это делаем. Вопрос 1829. Многие верующие, какой бы глупость ни сделали, они все сваливают на Бога. Что не Богу так угодно. А вот святые тоже так поступали? Это мне вопрос в университетах задавали. Ответ. Да они в этом просто купались. И что бы они ни сделали, что бы во сне, обязательно в тонком, обязательно во сне не увидели, что бы им не померещилось, колокольный ли звон, или благоухание, все это разгадают указания от Бога. Вот этого благоухания у них было море и океан. И они обязательно тут же истолковывали все это, как указание, как знамение от Бога или как от Богородицы. И обязательно на этом месте заложить монастырь, который потом будет их именем назван. Но точно так же, как сегодняшние храмостроители. Что бы где ни рвануло, они обязательно дают обет и тут же за строительство храма. Это все только яркое свидетельство, что человек этот Бога не знает и живет по меркам мира сего, по стихии мира, из которого он убежал только телом. Колосиным 2.8 «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Иеремия 32.35 «Чего я не повелевал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость». «Ко всем людям Бог обращается, но особенно к тем, кто взял ключ разумения от пути в Царствие Небесное. Как они могли дойти до полного забвения слов Спасителя, идти в мир и приобретать Ему последователей? Ибо вера не рождается от икон, мощей, видений, чудес, снов, но только от слышания слов Библии». Римлянам 10.17 Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если вот это только 10.17 римлянам взять, то православие никогда не касалось этого стиха, особенно монашества. Сидел, озарение пришло, ходил с бабушкой в храм. Вера от слышания библейских слов евангельских. Она рождает новые души. Вот я был нынешний в поездке, в 13-м году. Приходит молодой священник, говорит, я на днях был, меня пригласили, и там собираются пятидесятники, а потом там баптисты. Сколько там молодежи. Я говорю, а ты-то что? А у нас, говорит, никого нету. Ну, потому что нет проповеди. Проповедь называется семя. Вышел сеять и сеять. Ну, ты не сеял. Что ты хочешь, что-то там? От Терновни, где пройти нельзя. Это все так понятно. И это непонятно. Много обряда, много ритуала, и мало Христа. Вот один ответ. Исайя 40, 21. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не разумели из оснований земли? Вот, пожалуйста, земля показывает. Нет семени, ничего, нечего и ждать. Не вы же сеете ли сеете-то? Они попрятались, сеете ли? И они сидели за стенами, только бы не посеять. То есть, никому не говорить. Это антихристианское учение, выразившееся в поголовном увлечении этим учением. Исайя 40, 28. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Римлянам 10, 18. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Разве монахи не читали, что вера от слышания? И что надо идти и проповедовать? Деяние апостолов, 8 глава, 4 стих. Когда апостоловская гвардия осталась в Иерусалиме, все остальные, все, написано рассеившиеся, ходили и благовествовали. Во это умопомрачительное, мертвое учение монашеское, оно пришло позже. Если бы оно было сразу, христианство умерло бы уже там. Никто бы не говорил. Оно в Иерусалиме засохло бы. Ну, Дух Святой сошел. Они не стали бы говорить. Нельзя говорить. И они бы закупоренные там и умерли. Слава Богу, что спустя несколько столетий они пришли. Поэтому они не все успели заглушить. Житие Даниила Столпника, 1 декабря. Цитата. По прошествии 9 лет, такого тяжкого житья, Бог восхотел призвать преподобного на совершеннейший подвиг. Житие Бориса, 2 мая. Цитата. Пономарь той церкви по окончании заутрени был омрачен от вселукавого сатаны сном и, не осмотрев церковь, как следует, ушел к себе домой. А в церкви забыл потушить свечу, горевшую на высоком месте. Спустя некоторое время загорелась церковь. Люди устремились к ней. Горела церковь отверха. Все оттуда вынесли, иконы и сосуды, так что ничего не сгорело, кроме самого здания. Все это произошло по Божьему попущению. Церковь была деревянная, обвечала. Господь явил всем свою волю, чтобы иная церковь была построена на том месте во имя святых блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба, и чтобы телеса их были с любовью вынуты из недр земных, что и случилось. Вот узнали, что Бог повелел раскапывать мертвецов, вынуть. Когда сказал Господь, что оставь мертвецам хоронить мертвецов, хоронить, и то это уже мертвецы. А выкапывать это уже не мертвецы, это даже слово какого-то, зомби или как назвать, даже, ну нет такого имени нигде, выкапывать мертвецов. А они поняли, что для этого так сделано. И где здесь обо, обо, о слове Божьем-то ни одного слова нету. Житие Сергия Нуромского, 7 октября. Цитата. На том же месте, где слышал звон и свет, видел, святой Павел воздвиг церковь во имя Пресвятой Живоначальной Троицы, по пророчеству Сергия Нуромского, чудотворца. Какое бы видение не было, это храм, монастырь, храм, монастырь, больше ничего нету. Ни разу, нигде в видениях не было, что вот благоухание, икона, и сказано, построить здесь училище для детей. Или сирот много было, многие умирали, родители рано. Дом презрения, вот как этот Лонгин там, на Украине с Румынии, это форпост. Ни одного видения на это нет. И вообще, были ли видения, это все монахи гнали и гнали в один конец. Строить, 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 бац, все отняли, нигде ничего нету. Пришли мусульмане. Пожалуйста. Житие Ануфрия Великого, 12 июня. Цитата. Все это я, смиренный Ануфрий, слышал в своем монастыре от святых отцов, и от слов всех усладилось сердце мое, ибо слова сии для меня были приятнее меда. И показалось мне, что я был, как в другом некоем мире, ибо во мне явилось непреодолимое желание идти в пустыню. Встав ночью и взяв немного хлеба, так что его едва хватило бы на четыре дня, я вышел из монастыря, возложив все надежды свои на Бога. Я пошел дорогой, ведущей к горе, намереваясь идти отсюда в пустыню. Лишь только я начал входить в пустыню, как увидал пред собой ярко сиявший луч света. Весьма испугавшись, я остановился и начал уже помышлять о возвращении в монастырь. Между тем луч света приближался ко мне, и я слышал из него голос, говоривший. Не бойся, я ангел, ходящий с тобой о дне рождения твоего, ибо я приставлен к тебе Богом, дабы хранить тебя. Мне было повеление от Господа вести тебя в сию пустыню. Будь совершен и смирен с сердцем пред Господом, с радостью служи Ему, я же не отступлю от тебя до тех пор, пока Создатель не повелит мне взять душу твою. Сказав это из светлого луча, ангел пошел впереди меня, я же последовал за ним с радостью, я увидел довольно просторную пещеру, в это время луч света ангельского исчез из глаз моих. Подойдя к пещере, я пожелал узнать, нет ли там кого, какого человека. Приблизившись к дверям, я по обычаю иноческому возвал «Благослови!» и увидел я старца видом честного и благообразного. На лице его возгляде его сияла благодать Божия и духовная радость. Увидав всего старца, я пал к ногам его и поклонился ему. Наконец, на пятый день нашли небольшую пещеру. Тот святой муж тогда сказал мне «Вот то самое место, которое уготовано Богом для твоих подвигов». Вот и все. Никаких доказательств нет. Евангелие не вспоминает. А вот в пустыне он только услышал, что он там услышал, подробностей нет. Это контактеры были. Ибо сатана принимает вид Ангела Света. Почему он подумал, что это от Бога? Почему этот луч Света и прочее не сказал ему «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари?» Что это за свет был? Какой? Уводит совершенно в другом направлении. Молодой, здоровый человек ушел и там подвязается 50-60 лет. И когда к нему пришли, у него борода была до земли, у Ануфрия. И он говорит «Поверь, я ни разу не видел человека. Ну кто туда и пойдет?» Он шел, шел, шел дальше, забрел. Это от Бога. Он твердо в этом был уверен. А проверить они никак не могли. Проверять очень просто. Открывай Евангелие от Марка. Все идите по всему миру. Евангелие от Матвея. Кто будет веровать, будет крестить. И веровать от ваших слов тот спасен будет. Но не написано, что ты иди куда-то от людей и не говори никому. А там написано «Пропадуты всей твари». Здесь никому нету. Это все пошло бы, сошло бы за чистую монету, если бы не было Евангелия и Христос не приходил на землю. Самый дерзкий и многолетний вызов против Евангелия Бога это монашество. В том виде, в котором оно пришло. Оно заглушило веру. На том месте теперь ни одного монастыря нет. Там мусульманства два миллиарда. Вся Россия изрезана этими маленькими княжествами, которые мусульмане, пришедшие в седьмом веке, они успели все это привести к себе. А там, где хоть немножко о Христе что-то было, там удержались. Житие Алипия Столпника 26 ноября. Цитата. Заметив, что все избегают этой пустыни, блаженный Алипий поселился там в одном из гробов. Тем временем Алипий вошел в одну в одну церковь, находившуюся на берегу моря, и помолившись в ней задремал. И вот предстала ему в видении Дева прекрасная, как солнце, и сказала «Встань скорее, Алипий!» Изумленный ее красотой, Алипий спросил ее «Кто ты, госпожа? И почему велишь мне скорее встать?» «Я Ефимия, раба Христова, и мученица», ответила она «Встань, если хочешь, пойдем в твое отечество. По воле Божией я буду твоей спутницей и помощницей». Когда святая мученица произнесла эти слова, Алипий проснулся и не увидал никого пред собой. Но сердце его было полно духовной радости. Он понял, что Бог хочет его возвращения к безмолвию. Кто явился, какое видение, и на одних видениях нигде Евангелия нет. Открыл бы Евангелие, увидел бы, что идите проповедуйте Евангелие, идите, сейте, не зарывайте таланты, таланты в тебе, ты никому не говоришь. Ну, веру он сохранял, Бог есть. Это зарытый в платок, завернутый в платок талант. Как можно было это не видеть целую тысячу лет. Вот почему монахам нельзя разговаривать даже друг с другом. Если возникла мысль какая, не дайте мысли родиться до конца, чтобы она не обрела силу. Между собой не разговаривать. Это вот это они запечатлели. А однажды хватанув вот этого, что есть, это проглотив эту наживку, а они уже не могли ее вытащить, надо было вытаскивать все. Мы дальше прочитаем какие были уставы там забивали насмерть. Это все из уставов. Житие Лориона Великого 21 октября Цитата Святой отдал корабельщику за провоз Евангелие, переписанное им собственноручно в одни юности. Ему нечего было дать другого, потому что он был настолько же нищ имуществом, как и духом. Увидав спустя некоторое время множество приходившись к нему и прославлявших его людей, старец сказал своим ученикам Зенону и Исихию, «Невозможно нам оставаться здесь, чадо. Пойдемте в другую страну, где бы никто не знал о нас». Собравшись, он тайно удалился с ними в долматский город Епидавр, куда направил его бог для благодетельствования им многих. Не успел он пробыть несколько дней в одном безмолвном месте близ Епидавра, как жителям страны стало уже известно о пришествии к ним угодника Божия, бывшего раньше в Сицилии. И вот ни одного шага нету. Опять видение, пришли люди, надо от них уйти куда-то дальше, ну хотя бы маленькая-маленькая какая-то частичка была евангельского слова, люди пришли. Ну раз люди пришли проповеду и говорим, везде так и было. Собрались люди около Христа, он сел, он сидел в лодке. Ну подражаете учителю своем, никакого подражания нет. Христос говорит, примите, придите ко мне, но учитесь от меня. Христа не было там, не было. Христос его учение. Любите, если любишь меня, говорит, соблюдите слова мои. Житие Епимаха, 31 октября. Цитата. Святой мученик Епимах, сын благочестивых христиан, происходил из Египта. В самой ранней юности он возлюбил Бога от всей души и возымел доброе намерение послужить Ему единому. Подражая святому Иоанну Крестителю, он отправился в пустыню и долгое время пребывал на Пелусийской горе. Он не имел какого-либо руководителя и святых отцов, но наставником ему всем суровым пустынным житии был сам Дух Святой. Любовь к Богу поддерживала и укрепляла его всем трудным подвиги, ибо только одна любовь к Богу всего более может научить человека добродетели. Она побудила святых апостолов оставить все и идти вслед за Господом, который не имел земных богатств, она же воодушевила преподобных отцов, которые скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Видите как? Подражение, допустим, Яна Крестителя. А что от него взял? Ему шли воины, всем пропадут. Это все за кадром. А он был в пустыне, все. И теперь мы идем в пустыне. Только одно берется-то. Теперь говорит о Господе, говорит, да, апостолы пошли вслед за Господом. Даже не имел земных богатств. Вот это и берут. Не то, что Христос спасал любовь, привлекал, обнимал дитя, принимал всех, это за кадром. Но он был, Христос, нищий, нищий. Мы избрали нищету, от того узнали, идти надо в пустыню, все по Евангелию сошлось. А ничего Евангельского там и нет. Житие Фомы Малиина 7 июля Цитата Отличаясь телесную силою, он совершил немало подвигов в сражениях и много раз, благодаря ему, его соплеменники одерживали победы над врагами. Но по любви ко Христу Фома покинул мир и житейскую суету и принял на себя легкая ига Христова иноческий чин. Когда же полного желая спокойствия для своих постнических подвигов Фома решил идти в пустыню, то ночью перед ним заблистал огненный столб на небе и сам святой пророк Илья явился ему, чтобы показать ему дорогу в недра пустыни. Здесь он стал жить в одиночестве, пребывая в общении только с Богом и сподобляясь божественных откровений и видений. Пожалуйста, опять столб, опять свет, и этот свет только ведет в пустыню. Совершенно в противоположном, диаметрально противоположном направлении, куда ведет Христос. Так от кого этот свет-то? Илья. А почему ты решил, что Илья? Какое отношение Илья-то имеет? Илья против Христа не шел. Христос прямо посылает даже исцеленного бесноватого иди, расскажи, что Бог с тобой сотворил. Иди к родственникам, к родным, вернись в свое селение. Здесь все время свет и все время видение этим он наслаждается не евангельским светом. Ни разу свет не появляется, который сказал бы иди проповедуй. Было такое, что у одного ему явился родственник, видение такое было, во сне увидел, а это от сатаны, это домой зовут. Он сказал, так приди домой, мы Христа не знаем, ты ему расскажи, прямо о Христе говорит. Нет, это от сатаны. От Бога только быть запечатанным в пещере. Это житие святого Петра, найдем мы. Так, еще один вопрос, 1830-й. Святые, как их принято называть, имели прозрительность, но во всем ли? А они уже ничему не удивлялись, когда тайна какая открывалась им? Удивлялись или не удивлялись? Они были, говорят, прозрительные. Вот кто-то скажет, имя его назовет, в обморах падает буквально. Да любая ворожейка, любой экстрасенс тебе скажет твое имя, любая цыганка. Ответ. Ничего подобного. Даже самое простое. Встречный назвал его по имени, и он уже в обморок готов упасть. Да это сегодня тебе у вокзала любая цыганка выложит за наличные. Вот почему этих пустынников так легко дьявол уловлял и играл ими, как хотел, насмехался над ними. Матфея 24, 4, 24. Иисус сказал им в ответ, Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Житие Марии Египетской 1 апреля Цитата Страх и ужас объял Зосиму, когда он услышал свое имя Изус той, которая никогда его не видала и о нем ничего не слыхала. Божий дар на тебе проявляется больше, чем на других. Ты никогда не видала меня, но называешь меня по имени и знаешь мой сан Иерея. Посему лучше ты меня благослови ради Бога и преподай свою святую молитву. Вот и все священник. По имени только назвали Мария Египетская и еще Житие Феодосия Великого 11 января Цитата Он пошел к нему и когда был близ толпа, то услышал голос преподобного Добрый пришел ты, человек Божий Феодосий. Услышав, что его назвал по имени тот, который никогда не видел его и не знал, Феодосий удивился и упав на колено поклонился прозорливому Отцу. Святой Симеон, память которого празднуется 1 сентября, проводил отшельническую жизнь, исполненную поста и молитвы на особом столпе. Это был особенно трудный, высший вид христианского подвижничества, начало которому было положено Святым Симеоном. Какое понятие? Высшее, низшее и ни одного евангельского слова. Ну, Господь, почему нас толпы-то никого не ставил и не строил нас толпы? Ученики хотели кущи построить, а Господь, идите вниз, там ждут люди, там бесноватого не могут исцелить другие апостолы. Вот Евангелие вообще никакой роли у монахов не играло. Назвали по имени, он сразу упал на колени. Ничего особенного-то нету. Опять вопрос 1731. Сегодня многие думают, что если они придут к Богу, то несчастные случаи милуют их. Так ли в жизни? Вера в Бога не гарантирует ничего в этой жизни, кроме сохранения веры, верности Богу, если ты будешь верен Ему. Псалом 30, 16. В твоей руке дни мои, избавь меня от руки врагов моих и отгонителей моих. Иоанн 10, 28, 29. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Вот что дает вера. «Житие Савва освященного 5 декабря цитата Савва уходил в пустыню и удалившись от людей и приближаясь к Богу мыслями и молитвами, однажды по обычаю вышел он из лавры и, ходя около Мертвого моря, увидал маленький пустынный остров. Он пожелал на нем провести дни поста и пошел к нему, но зависть бесовская помешала ему, и он упал в какую-то встретившуюся на пути яму, из которой как бы из темной печи выходил дым и огонь. Савва опалил себе лицо и бороду, повредил и другие части тела и сильно захворал. Когда он возвратился в лавру, братья узнали его только по голосу. Так было опалено его лицо. И лежал он многие дни без голоса, доколе божественная сила не сошла на него свыше и не исцелила его, и не даровала ему власть на нечистых духов. Борода же его не выросла уже потом такою, как была прежде. Стала небольшою и редкою. А он благодарил Бога за уменьшение бороды, чтобы не тщеславиться ему красотой ее. То есть он выводы делал какие-то по бороде. А что пошел на остров и не туда и Господь его остановил? Никогда нигде нет, чтобы они истолковали по-другому. Это Господь не хочет только потому, что дьявол помешал тут, а я бы дошел за серву. А почему не подумал, что Бог тебя в другом направлении ведет к людям, чтобы ты проповедовал Евангелие? Люди не научены. Житие Евпраксии, 25 июля. Цитата. Однажды Блаженная Евпраксия пришла с водоносом к колодцу почерпнуть воды. А дьявол по погущению Божию схватил ее и бросил в колодец. Она, как потом сама рассказывала, дошла головой до дна колодца, но, всплывши наверх, ухватилась за веревку, свесившуюся с ведра в колодец и воскликнула «Господи Иисусе Христе, помоги мне!» Раздались крики, что Евпраксия упала в колодец. Собрались сестры с игуменей и вытащили ее. Она же перекрестилась и сказала с улыбкой «Жив Христос мой! Не победишь меня, дьявол! Не уступлю тебе! До сегодняшнего дня носила воду в одном сосуде, теперь стану носить двумя!» И стала так делать. После этого случилось ей колоть дрова для кухни. Когда она взмахнула топором, чтобы ударить по полену, дьявол свел ее руки. Она ударила топором себе по ноге и рассекла голень. Рана была очень глубока и текло много крови. Она в изнеможении упала на землю и лежала словно мертвая. Это видела Юлия. Она испугалась, закричала и, прибежав к сестрам, рассказала, что Евпраксия поранила себя в ногу топором и умерла. Сошлись сестры и обступили ее с плачем. Игумения пришла, полила холодной воды на лицо и сказала ей осенив ее крестным знамением. «Дитя мое, Евпраксия, что ты помертвела? Взгляни и скажи что-нибудь сестрам, они скорбят о тебе». Она открыла глаза и сказала Игумении, «Не плачь, госпожа моя, матушка, душа во мне». Игумения тогда обратилась с молитвой к Господу, «Господи, Иисусе Христе исцели рабу твою, за тебя она так много страдает». Потом, обвязав ей ногу волосяным платком, Игумения подняла Евпраксию и хотела везти в келью. Она же, посмотрев и увидев лежащие дрова, сказала, «Жив, Господь мой, не пойду отсюда, пока не соберу дрова и не отнесу их на кухню». «Я соберу», сказала Юлия, «А ты ступай, ляг». Но Евпраксия не дала Юлии собрать дрова, а сама набрала полную охапку поленьев и понесла. В кухню надо было взбираться по лестнице. Когда Евпраксия взошла на верхнюю ступеньку, дьявол заплел ей ноги и помешал ей. Она наступила ногой на край своей одежды и упала лицом на поленье, которое несла в руках. Лучина вонзилась ей в лицо около глаза. Юлия закричала, подбежала к ней и стала говорить, «Не говорила ли я тебе, что ты не можешь нести дров? Ляг, а ты не послушала меня!» «Не печалься, сестра!» возвратила Евпраксия. «Вытащи осторожно занозу из моего лица, а глаз мой невредим, по милости Божией!» Занозу вынули. Много крови текло из раны. Игумене взяла масло и соли и, помолившись, помазала рану. А Юлия стала уговаривать Евпраксию. «Пойди, госпожа моя, ляг, на постель, отдохни, а я послужу госпожам сестрам!» Ну и Евпраксия отвечала, «Жив Господь мой! Не буду отдыхать, пока окончу послушание мою сестрам!» Все сестры много упрашивали ее отдохнуть, так как рана ее болит, но она не захотела отдыхать, она стояла и варила пищу, а из обеих ран струилась кровь. Она не легла, пока не окончила прислуживать сестрам и в трапезе. Только окончив совсем свою службу, поздно вечером пришла она к своей постели. Бог, видя такое терпение ее, скоро исцелил ее раны и она выздоровела. А дьявол разрывался от зависти и еще раз попробовал погубить ее. Однажды она вошла зачем-то на высокое здание вместе с сестрами. Дьявол сбросил ее сверху вниз. Сестры, бывшие с ней, поспешили они думали, что Евпраксия разбилась до смерти, упавшей с такой высоты. А она поднялась с земли невредимая и шла им навстречу. На их вопрос не разбилась ли она, она отвечала не знаю как я упала и как встала. И все славили Бога, сохранившего рабу свою от смерти. В другой раз, когда она варила для сестер зелень в котле и хотела отставить кипящий котел от огня, дьявол подкосил ей ноги. Она упала назад, а котел с кипящим кушаньем опрокинулся ей на лицо. Помощница Юлия закричала, что Евпраксия обварилась. Избежали все бывшие поблизости сестры, а Евпраксия быстро поднялась с земли и сказала, улыбаясь Юлии, что ты наделала сестра, понапрасну ты встревожила сестера игуменью. И все видели, что лицо ее невредимо, ничуть не обожжено. Игуменья заглянула в котел и увидела, что остатки кипятка на дне еще клокочут. Тогда она спросила Евпраксию, разве на тебя не попал кипяток? Жив Господь, отвечала она, я почувствовала словно холодную воду, а не кипяток на своем лице. Удивлялась игуменья и сказала, да сохранит тебя Бог до конца, дитя мое. Потом старшим сестрам она сказала наедине, видите, Евпраксия сподобилась благодати Божией, упала с крыши и не разбилась, облила лицо себе кипятком и осталась невредима. Видим, отвечали сестры, что Евпраксия истинная раба Божия и что хранит ее Господь от стольких искушений спас и он ее. Вот такая Евпраксия была. А почему было увидеть? Ноги заплетаются, нет сил, дьявол, главное дьявол и все. Ну, дали ей другую работу, где можно все дела вязала или что-то. Видишь, как все это истолковывалось. Они в кучу все вместе и вот сколько они разбирали, голень просекла, здесь вторая рана и ничего не перевязали. Только потом уже договорились, поговорили и тогда только платком шерстяным перевязали ногу. Можно слово вставить, Игнать Федорович? А? Слово можно вставить? Давай, вставляй. Я был, будучи на Урале, колол дрова тоже, у меня случай был, ну, такой же, и по руке ударил, и на нижних связках, вот у меня палец видно, не сгибается, вернее, не распрямляется. И у меня сразу, я поехал в больницу, у меня мысль сразу была положена, именно для благовестия. Я там начал уже сразу доктору свидетельствовать, хирургу, именно благовестовать, не проповедовать. Вот, а потом меня на неделю оставили, я ходил уже по палатам, проповедовал. То есть, я совершенно по-другому Господь мне положил действовать. Здесь ничего этого не было. Да, этого не было. И не могло быть. Это даже задачи никакой не ставилось. Благословен Господь, что хранит нас. У нас такие были, вот, Волков был и Виталий. Это дело, это обязательно порежется, порубит себя, и, ну, надо быть повнимательным. Техника безопасности существует. Да, бывает, где-то не досмотрел, и большая беда, но ангел Господь не надводит, мы в это верим. Благословен Господь. Аминь. Аминь.